Да, действительно, по приглашению уважаемого президента Республики Таджикистан, председатель КНР Си Цзиньпин совершил государственный визит в Таджикистан с 4 по 6 июля этого года. Это третий визит председателя Си Цзиньпина в Таджикистан и первый визит высшего руководителя Китая после 20-го Всекитайского съезда Китайской Коммунистической партии Китая, что имеет историческое значение. Как сказал известный таджикский поэт Рудаги, нет в этом мире радости сильнее, чем лицезрение близких и друзей. В случае десятилетия своего первой поездки в Таджикистан председатель Си Цзиньпин вновь посетил Таджикистан с искусственным визитом и был принят Таджикской страной на высшем, самом высоком уровне. И в этой связи китайская страна была очень тронута. Визит действительно был очень плодотворный, его основные результаты заключаются в следующем. Во-первых, двусторонние отношения в политическом плане поднялись на новый уровень. В ходе визита Си Цзиньпин и президент Эмма Мари Рахмо провели укрепленные мнениями по двусторонним отношениям, по практическому сотрудничеству в различных областях, а также по международным и региональным тематикам. Лидеры обеих стран подписали совместную декларацию КНР и Республики Таджикистан о развитии всеобъемлющего стратегического партнерства в новом эпоху. Стороны отметили, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Таджикистаном функционируется на высоком уровне, и дало примеры для отношений между соседами и странами. Стороны подтвердили, что Китай и Таджикистан стремятся к построению двустороннего сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, солидальностью и взаимной выгодой. Учитывая текущие потребности развития китайско-таджикистанских отношений, стороны решили развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху. Во-вторых, еще больше обогатилось содержание делового сотрудничества между нашими странами. Обе страны поддерживают дальнейшее укрепление стратегического сопряжения между инициативой «Отим пояс – один путь» и национальной стратегией развития Таджикистана до 2030 года. И договорились сосредоточиться на высококачественном развитии совместного строительства «Отим пояс – один путь». Сотдействовать модернизационным процессом в двух странах. И соответствующие ведомства двух стран подписались больше, чем 20 документов о сотрудничестве, касающихся экономики, торговли, транспортной взаимосвязанности, ключевых полезных ископаемых и других областей. Кроме этого, обе страны договорились образовать новые точки роста сотрудничества в области производственных сил, нового качества, такие как зеленая экономика, искусственный интеллект и электронный бизнес для придания нового импульса сотрудничества между нашими странами. И в-третьих, сотрудничество в гуманитарной сфере стало более тесным. Главы наших стран четко отметили, что гуманитарные и культурные обмены имеют ключевые значения для дальнейшего укрепления взаимопонимания между народами, а также для дальнейшего укрепления вечной добрососедской дружбы и укрепления социальной основы двусторонних отношений. И в ходе визита главы двух государств стали свидетелем подписания множества соглашений о взаимопризнании, диплом об ученых, степениях, об сотрудничестве в сфере СМИ, об экскурсии групп граждан Китая в Даджикистан и так далее, что открыло новое пространство для гуманитарного и культурного сотрудничества между Китаем и Даджикистаном. Да, действительно, в визите представителя СМИ в Даджикистан есть очень много ярких моментов, и два из них произвели на меня самые сильные впечатления. Первым ярким моментом стало вручение председателям СМИ Ордена Дружбы КНР президенту Республики Даджикистана Эмма-Марии Альхамонову. Охарактеризовать это мероприятие я хотел бы тремя совосочетаниями. Во-первых, это высший уровень, во-вторых, это первый раз за рубежом, и третье, это взаимное доверие. Высший уровень означает, что Орден Дружбы является высшим почетным Орденом Китая. Награждается иностранным друзьям, которые внесли выдающий вклад в поддержку, модернизацию, развитие Китая, содействие, обмену и сотрудничеству с Китаем и за рубежными странами, а также поддержание мира во всем мире. Первый раз за рубежом, это значит, что впервые Китай вручил Орден Дружбы КНР за рубежом. Это особая мера, призванная выразить дружеские чувства китайского народа к президенту Эмма-Марии Альхамонову и народу Таджикистана. Взаимное доверие значит, что пять лет назад также в зеркальном зале 20 наций Таджикистана президент Эмма-Марии Альхамонов вручил председателю Си Цзиньпину Орден Зари Дочь, который символизирует высшую национальную награду Таджикистана. Пять лет спустя на том же самом месте председателю Си Цзиньпин торжественно вручил Орден Дружбы КНР старому другу китайского народа, президенту Эмма-Марии Альхамонову. Уважаемый президент, господин Альхамонов узваново сказал, что эта награда является признанием и подтверждением решимости всего народа Таджикистана развивать всеобъемлющие стратегические партнерства. На церемонии диалога между главами наших стран было искренности. Участники церемонии много раз вставали, а выступления глав наших стран превратились в теплым, долгим аплодисментом. Эти аплодисменты не только выразили уважение и любовь к главам наших государств, но также выразили надежду и поддержку, и одобрение развития всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами в новом эпоху. Другим ярким моментом этого визита является то, что главы наших государств совместно присутствовали на церемонии открытия новых зданий для парламента и правительства Таджикистана. Эти здания построены на основе безвозмездной помощи правительства Китая. Два вышеуказанных комплекса зданий. Пять лет назад, когда председатель Сидимбин находился в Таджикистане с государственным визитом, главы двух государств совместно открыли макеты этих зданий. И благодаря пятилетным совместным усилиям строителей обеих сторон, два комплекса здания были построены в срок. И главы наших государств лично обращали особое внимание на строительство этих зданий во всем процессе от закладки фундамента до завершения строительства, что символизирует дружбу между народами двух стран. Президент Эмамарий Рахмон назвал эти здания самым ценным подарком таджикскому народу от председателя Сидимбина по случаю десятилетия годовщины его первого государственного визита в Таджикистан. А также стали одним из свидетельств глубокой дружбы между двумя странами. По его словам, этот бесценный подарок, несомненно, войдет в страницу историю таджико-китайской отношений и будет славиться таджикским народом на протяжении многих поколений. Оба комплекса здания являются новыми визитными карточками китайско-таджикского сотрудничества и культурного обмена в рамках совместного строительства. Один поезд, один путь и оба комплекса здания были великолепны и стали новыми достопримечательностями и столицей Душанбе. Сюда приезжает нескончаемый поток людей, чтобы сфорографироваться, любоваться этим зданием. И президент Эмамарий Рахумо особо отметил, что оба комплекса зданий прекрасно отмечаются в себе, сочетаются в себе архитектурные стили Таджикистана и китайскую строительную технологию. Они являются первым проектом по помощи зарубежной стране, реализованным в формате совместного проектирования. И тут нашел свое воплощение принципов совместного строительства один поезд и один путь, что стало визитной карточкой, символизирующей дружбу и сотрудничество между Китаем и Таджикистаном. В 1992 году Китай установил дипломатические отношения с Таджикистаном, что открыло новую эпоху дружбы и сотрудничества между двумя народами. И за последние 32 года китайско-таджикистанские отношения выдержали испытания различных международных перипетий и сохраняют здоровую, стабильную динамику развития. Мы были и остаемся приданными партнерами. Мы уважаем и доверяем друг другу. Две страны решительно потешивают друг друга в вопросах, затрагивающих свои коренные интересы. В первую очередь, конечно, независимость, суверенитет и территориальная целостность. Мы взаимно уважаем выбранной другой страной путь развития в соответствии с своим национальным реалием. Мы радуемся непрерывному прогрессу двух стран в деле национального развития и возрождения. Мы сотрудничаем в взаимовыгодном духе. Таджикистан был одной из первых стран, которые выразили поддержку инициативы «Отим пояс» и «Отим путь» и подписали с Китаем документы о сотрудничестве по совместному строительству «Отим пояс» и «Отим путь». В 2023 году объем двусторонней торговли между Китаем и Таджикистаном увеличился больше, чем вдвое и продолжил установить новые исторические рекорды. В рамках инициативы «Отим пояс и один путь» в нашей стране реализуется целый ряд значимых проектов, включая горнодобывающую компанию «Заравшан», таджико-китайскую горнопромышленную компанию, Яванский цементный завод, показательный сиркохозяйственные центры в Хатронской области и текстильный индустриальный парк в городе Дангара, которые эффективно продвигают процесс индустриализации в Таджикистане, создают тысячи местных рабочих мест и стали крупным налогоплательщиком для местного правительства. Автодорога Китая и Таджикистан, железнодорожные ДНР «Яван-Вахтад», построенные китайскими компаниями, эффективно способствуют реализации развития коммуникационных взаимовозможностей страны. Таджикистанская высококачественная и биологически чистая сельхозпродукция, такие как черешня, лимон, виноград, занимаются достойной нищей на китайском рынке и пользуются широким спросом в обществе Китая. Мы учимся друг у друга в ходе дружественных связей. На базе Института конфузии и мастерской «Лупань» сформирована группа высококвалифицированных специалистов, которые знают не только китайский язык, но и обладают современными передовыми технологиями. И они активно подключаются к процессу сотрудничества между нашими странами. Они стали новой силой в подтверждении продвижения китайско-таджикской дружбы в новую эпоху. И благодаря усилиям Китайско-таджикского центра традиционной медицины и проекта «Экспресс. Здоровье. Яркое путешествие», традиционная китайская медицина и современная технология из Китая поступает в Таджикстан в рамках совместного строительства «Один пояс и один путь». И отношения между нашими странами постоянно достигаются новых высот и могут быть рассмотрены как примеры отношений между соседными странами. Я хочу подчеркивать, что во время визита нашего председателя уважаемый президент Эмма Мали Рахумов заявил, что Китай – великий сосед Таджикстана, а Таджикстан – верный друг Китая. В нашей стране сконцентрированы усилия на обеспечении высококачественного развития и внешней открытости высокого уровня. Сейчас всесторонне продвигается строительство сильного государства и возрождение нации с помощью модернизации в китайском стиле. Таджикстан уверенно идет путем реализации национальной стратегии на период до 2030 года. Обе страны имеют большие общие цели и интересы, и перед ним стоит широкое пространство для сотрудничества. В ходе очередного визита нашего председателя в Таджикстан председатель Си Цзиньпинг с президентом Эмма Мали Рахумов обсудили планы сотрудничества между двумя странами, указав дальнейший путь развития двусторонних отношений, что принесет дальнейшую пользу двум странам и их народам. Успехи зависят на 10% от запланирования, а на 90% от реализации. Как посол, я считаю, что реализация договоренностей, достигнутых нашими лидерами, в наследие время является, безусловно, наиболее важной и срочной задачей для обоих стран. На следующем этапе обе страны должны сосредоточиться на следующей работе. Во-первых, расширять деловое сотрудничество и создавать более прочную материальную базу для китайско-таджикских отношений. Необходимо принять новые меры, направленные на дальнейшее наращивание объема торговли, на увеличение количества прямых авиарейсов с учетом потребностей двух сторон. Нужно развернуть сотрудничество в шерах новых и высоких технологий, включая автомобили на альтернативных источниках энергии, панели солнечных батарей и так далее. Мы готовы импортировать побольше высококачественные сельскохозяйственные продукции из Таджикистана и готовы посерять солидные китайские предприятия в расширении своих инвестиций в Таджикистане. И надеемся, что Таджикистан обеспечит более привлекательную инвестиционную среду. Во-вторых, укреплять сотрудничество в области безопасности и создать заслон безопасности для развития обеих стран. Стороны должны совместно претворять в жизни концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, укреплять обмены по линии правоохранительных органов, вести решительную борьбу с тремя силами зла, включая исламское движение Восточного Туркменистана. Мы должны однозначно выступать против любых попыток вмешаться во внутренние дела наших стран. и попытки подрывать региональные стабильности. Мы должны эффективно защищать развитие двух стран. И, в-третьих, продвигать обмены в гуманитарной области и укреплять социальную базу многовековой дружбы. Мы всегда приветствуем таджикских друзей в Китае для экскурсий, для учебы, для бизнеса, инвестиций и так далее. Мы готовы с таджикской страной непрерывно расширять сотрудничество в областях культуры, образования, здравоохранения, физической культуры, и спорта, молодежи, межрегиональной связи и так далее, чтобы народы наших стран чаще посещали друг друга, как родственники. Мы должны побольше, поболее эффективно задействовать потенциале мастерской Лубани, института конфузы и Китайского центра традиционной медицины, ускорять процесс учреждения культурных центров на основе взаимности и расширять межрегиональные сотрудничества наших стран, чтобы передавалась и развивалась многовековая дружба между Китаем и Таджикистаном из поколения в поколение. И, конечно, в-четвертых, это укреплять солидарность и взаимодействие, создавать более благоприятные международные условия для развития наших стран. Стороны должны усилить координацию и взаимодействие на таких многосторонних площадках, площадках как ОУ, как ШОС и механизм Китай, Центральной Азии, соответственно продвигать настоящую многосторонность, содействовать равноправной и упорядоченной многопорядности мира, а также общедоступной и инклюзивной экономической корпорализации. Устремляя взоры в будущее, мы готовы вместе с таджикистанами друзьями к всесторонней реализации итогов визита председателя Си Цзиньпина в Таджикистан. Как говорится в совместном заявлении глав наших государств, развивать все объемливые стратегические партнерства в новую эпоху, строить китайское таджикистское сообщество, единственной судьбой, характеризирующейся вечной дружбой, солидальностью и взаимной выгодой.